Приветствую вас. Мне кажется, что есть две основные проблемы, которые необходимо выделить. Первая проблема касается того, что вы почему-то считаете, что должны повзрослеть. Вот прямо таки скажем, должны повзрослеть. То есть взросление для вас это процесс не естественный, а взросление для вас это процесс страшный. А взросление для вас означает ответственность, ответственность тяжелую, ответственность очень жесткую, ответственность очень завязшую, тягощую и так далее. Но ведь ответственность сразу не наступает. Я бы сказал, что ответственность наступает постепенно. Она постепенно приходит к человеку, она постепенно занимает определенное место в жизни этого человека. И вам, именно вам, необходимо за своей ответственностью работать постепенно. Это не что-то такое, что произойдет в виде, ну, одна, два, раз, внезапно и все. Но в жизни вы можете с этим столкнуться. Поэтому, мне кажется, что первое, что вам нужно для себя понять, это то, что вы считаете, что вы должны повзрослеть. И что если это произойдет, то очень резко, очень быстро, жестко и так далее. Так, так, с ответственностью не работаю. То есть, как бы, для абсолютно любого человека это было бы страшно, для абсолютно любого человека это было бы тяжело. Если бы ответственность наваливалась бы сразу на, ну, на нас, да? То есть, если бы она сразу падала, падала бы, как, вы знаете, как, ну, как молотом, да, например. Ну, вот. То есть, это первый, первый момент. А момент второй, который я хотел бы сказать, это то, что касается одиночества. Во-первых, не очень понятно, о каком конкретно одиночестве вы говорите. Что-то одиночество в физическом смысле вряд ли вам грабит, потому что вы всегда будете среди людей. Это если мы говорим про одиночество в узком смысле слова. Если мы говорим про одиночество духовное, то я бы сказал, что во взрослом состоянии у человека больше шансов не быть одиноким, чем в детстве, потому что у взрослого человека больше возможностей. С другой стороны, если одиночество вы чувствуете сильно, то это означает, что вам самой с собой неприятно, что вам самой с собой негармонично. И это нужно исследовать, на мой взгляд. Это гораздо более важно. Что касается того, что вы боитесь неизвестности, то, опять же, это следствует того, что у вас нет личных границ между вами и другими людьми, личных границ нет. Именно поэтому, из-за того, что вы не отграничиваете себя от других, вы представляете из себя один такой, знаете, большой, если угодно, комок нервов, напряженный, напряженный, да, напряженный комок нервов. Ну, вот, потому что, ну, чтобы с людьми общаться, нужно все-таки отделять себя от них, да, нужно, ну, как бы, необходимо учитывать себя, необходимо отдавать себе отчет в том, где, где начинается я, да, и где заканчивается я, где моя ответственность, где ответственность другого человека. А этого у вас нет, личных границ у вас нет. Именно поэтому вы не можете взаимодействовать с людьми, потому что любое взаимодействие с людьми для вас, в этом смысле, очень травматично, потому что нет личных границ. С личными границами надо заработать, вот, и, соответственно, вот, в рамках работы с психологом, например, да, значит, они появятся. Что касается неизвестности, то здесь, опять же, очень важно полагаться, в первую очередь, наверное, на свои чувства, на свои эмоции, на свои представления, на свои ценности, на свои силы. Силы свои необходимо пробовать постепенно, то есть это, опять же, процесс, который не происходит сразу, опять же, процесс, который не происходит внезапно, это процесс, который, над которым, в общем-то, работают, да, вот, и с чувствами тоже необходимо деликатно взаимодействовать, чтобы не навредить вам и так далее, но неизвестность вас страшит только потому, что вы не можете, условно говоря, ее предсказать, предугадать, да, но считаете, что это необходимо, то есть необходимо предугадать или предсказать это самое неизвестное, хотя в действительности это совсем не так, вот. А, значит, так, независимо, понятно, для чего вырылись в своем внутреннем мире очень долго, почему не привлекли специалистов, вот, значит, так, я, вот, про дневничество, нужно разбираться, с детства я научился защищаться от неизвестности, полагаю, а почему неизвестность вообще вас страшит, как бы, вот, почему неизвестность страшна? А, значит, так, лучше еще повесить на эту жертву, сделать вместо меня тот, чего боюсь, ну, за это вас не привычали к ответственности, вот, вы были, наверное, любимой семье, любимой семье, вот, на крайний случай зарычку пойти сделать сам, но только сейчас я чувствую себя не способны решать такие проблемы, которые мне кажется взрослыми. Я думаю, что это, опять же, ответственность ваших родителей, вам нужен наставник, наверное, и вам нужен человек, который мог бы вас вести, с которым вы бы стали взрослыми, потому что, мне так кажется, что люди не общаются с вами, с вами, так как будто вы взрослые, так как будто вы не взрослые, как раз таки, а это очень большая проблема, потому что, ну, как бы, очень важно, чтобы к вам относились, как, как вы говорили, потому что, куда-то не требовали что-то сразу, не требовали, не говорили о том, что вот, типа, ну там, ты должна быть, там, с кем-то и так далее, нет, это... на самом деле, ну, работает немного не так, это работает немного не так. В общем, это работает по-другому, на самом деле. Вот, это работает так, что, что с вами общаются и взаимодействуют. Вот. вот, с вами общаются и взаимодействуют именно, относясь к вам, как козров. Вот, в принципе, так, так. То есть, вам рекомендуется именно психотерапия, такая, знаете, ну, на самом деле, на самом деле, что... Вот, дальше, так, значит, вы пишете, потому что взрослые для меня вопросы были страшные, я имею ввиду, устроиться на работу, открыть фирму. А зачем открывать фирму, устроиться на работу? Нужно заниматься любыми делами. А зачем? Выйти домой, а зачем? Для чего? Физически, вроде бы, по-моему, вот эти же вам дают на ВИ-15, я бы не был так уверен, что вам по возрасту подходит. Ага, вот я бы мог бы порекомендовать заниматься какими-нибудь физическими, как раз, упражнениями, да, чтобы в теле немножко развиться и гормоны ваши, так сказать, расшевелить. Мне кажется, это родители, родители, они не подсознательно хотели вас к себе привязать, это такой родительский сценарий. Вот, вы идеальный ребенок, вы против родителей, наверное, ну, то есть, как бы, мы против родителей никогда ничего не говорили, скорее всего. Я не имею встречи от трудностей, неизвестно листом листом. Правильно. Нужно учиться с малых трудностей, ставить себе задачи, и вот психолог, опять же, будет вам домашнее задание давать. Я чувствую себя маленько-беззащитно. Ну, маленько, это интересно, что вы имеете в виду под маленько, а если касаться беззащитно, то это личные границы. Я всегда чувствовал отсутствие безопасности, из-за личных границ, опять же, отсутствие суетливо, пытался себя обеспечить. Суетливо, да? Почему суетливо? В итоге просто закрылась внутри, перестал дверяться всему и всему. Ну, грубо говоря, себе перестал дверяться, на себя полагаться. Вот. То есть, может быть, дед себя что-то напугал, да? А потом это не было реализовано. В конце концов, в конце концов, наступил ощущение, когда я просто не хочу ничего делать, потому что все будут возникать проблемы. А почему вы считаете, что проблем возникать не должно? Это один из ключевых моментов, на мой взгляд. Почему вы считаете, что проблем не должно быть? Почему вы считаете, что все должно получаться сразу? Почему вы считаете, что все должно быть хорошо? Почему вы так считаете? Откуда эта мысль у вас? Так, радость просто перестала во мне считывать. Ну, радости, она сама по себе не существует, да? Я чувствую себя маленько слабый. Слабый, потому что не знаете своих сил, беспомощные, но, опять же, просто ставите себе непомерные задачи. Ага, ведь нельзя вечно прятаться, сидеть по танцову, сидеть и крыло следующая. Да, для этого необходима работа в психотерапии. Мне так больно становиться самостоятельной и открытой. А почему больно, в чем больно? Потому что я встречаюсь с таким одиночеством, неизвестно все. И коллега здесь верно подметил, какая связь мне с одиночеством и взрослением. Мне так больно, опять же, от чего больно, так я никогда не подрослею. Смотрите, вы пишите, как перестать бояться одиночества. Перестать бояться никак, нужно страх этот раскрыть, за ним стоит ваша потребность. Почувствовать себя в безопасности. Обработать с личными границами, стать сильной независимой личностью. Определить ценностную свою сферу и ставить себе постепенно задачи выполнимой. Как бы проверять свои силы. То есть проверять и развивать свои силы. Это все процесс. Это все процесс не быстрый. Почувствую больно, что вам 25 лет, поэтому выбирайте себе психолог и начинайте работать. Я полагаю, что все можно сделать достаточно быстро по времени, но лучше начать сейчас. Сейчас вас неизвестно, какие у вас проблемы, из-за чего все так. Вот, то есть не тяните, кстати, не тяните с обращением к психологу. Вот. Вот, в принципе, такой ответ я, наверное, могу вам дать. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.